В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте! И вот о чем я и мои коллеги расскажем в этом выпуске. Первое изменение вступит в силу с января 2019 года. Поедут по-новому. В Севастополе изменится схема движения троллейбусных маршрутов. Теперь все изменится полностью. Теперь доставка будет быстрее и логистика будет совсем по-другому. Грузовики поехали по Крымскому мосту. Теперь движение открыли и для тяжелых машин. Международный день пожилого человека. С песнями и танцами встретили праздник севастопольские пенсионеры. Крымский мост открыли для движения грузовиков. Всего за 8 часов проехали более 700 фур. На полуостров из других регионов России везли молочные и мясные продукты, а также стройматериалы. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма. Сколько времени теперь экономят водители и не проспал ли код мостик старт грузового движения? Смотрите далее. Теперь не нужно ждать у моря погоды. Зимние штормы не помешают движению транспорта над Керченским проливом. Рабочие демонтировали запрещающие знаки на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Транспортный переход открыт и для грузовиков. Ранее фуры переправляли на паромах. Доставка уменьшается сразу же на целые сутки. Почему? Потому что для того, чтобы грузовик пересек паром, для этого необходимо ему зарегистрироваться на накопительном пункте, потом получить билет, загрузиться на паром, переправиться. Это где-то в течение суток всегда теряется времени. А эти сутки мы как раз сразу же на мост заходим и поехали. Мы за сутки доезжаем до Краснодара. Для водителей грузовиков открытие движения – праздник. Целую колонну автомобилей на подходах к Крымскому мосту украсили воздушными шариками и триколорами. А какой праздник без угощения? Товарищ Ваниль, приглашаю вас к столу угоститься портиком Крымский мост. Около 300 больше грузов отправились на Тамань и почти 400 в Керчь только за ночь. Чаще остальных грузовиков по Крымскому мосту ездили автопоезда общим весом более 30 тонн. Интенсивность перевозок очень высокая. Особенно весенне-летний период идет, когда у нас туристический сезон, который требует очень большое количество скоропортящих продуктов и просто продуктов. А кроме этого еще идет строительство всевозможных объектов и частных, и государственных. И грузопоток очень высок. Работу моста контролируют диспетчеры Центра управления производством. На протяжении 19 километров трассы работают 10 автоматических комплексов, которые передают водителям всю информацию от скорости движения до погодных условий. Более 60 знаков указывают километраж и направление движения. В районах моста круглосуточно дежурят комплексные дорожные машины, автомобили дорожного мастера и эвакуаторы. Теперь под надзором Центра управления производством будут и грузовики. Логистика Крыма очень разнообразна и транспортные компании возят по всей России. То есть, начиная от Симферополя или Севастополя до Новосибирска едут автомобили. Едут Мурманск, едут Якутск, едут Казань, Свердловск, бывший Екатеринбург теперь. То есть, движение идет по всей России, из Крыма. Движение большегрузов над Керченским проливом контролируют не только диспетчеры. Рыжий символ стройки века – код «Мостик» проехал в одной из фур на рассвете. За время работы мост пропустил в обе стороны более 2,5 миллионов транспортных средств. Паромная переправа перевозила меньше автобусов и машин за весь 2017 год. На путепроводе пять раз фиксировали рекорд суточного трафика. Пик загруженности наблюдали в августе. Тогда по транспортному переходу проехали более 840 тысяч машин. Теперь рекорды по движению по Крымскому мосту будут обновлять и грузовики. Оксана Колесникова, Татьяна Бурдастых, информационный канал Севастополя. Строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на пиковый этап. Рабочие погрузили все сваи, сформировали свыше 300 опор, собрали порядка 130 тысяч тонн металлоконструкции пролетов. Монтаж конструкции продолжают на сухопутных и морских участках стройки одновременно. На готовых участках мостового полотна на Тузвенской косе формируют верхнее строение пути. Это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов. Железнодорожную арку, самый габаритный элемент моста, оборудуют смотровыми ходами и другими элементами для будущей эксплуатации. С января 2019 года в Севастополе изменится схема движения троллейбусных маршрутов. Об этом сообщил замдиректора департамента транспорта Артем Гришин. Схема разработана совместно с предприятием Севэлектроавтотранс и учитывает замечания и пожелания нескольких сотен жителей города. Какие изменения ожидают троллейбусную сеть, расскажет Святослав Данилов. Сейчас на балансе предприятия Севэлектроавтотранс 169 троллейбусов, из которых 133 низкопольные. В день на линию выходит 110 машин. Они курсируют по 19 маршрутам. В соответствии с пожеланиями и обращениями жителей была разработана концепция изменения работы городского электротранспорта. Схема предусматривает поэтапное формирование маршрутов на наиболее насыщенных направлениях перевозок в городе. Представители профильного департамента рассчитывают, что в перспективе это позволит конкурировать с автомобильным пассажирским транспортом. Были разработаны и вынесены на общественное обсуждение схемы изменений семи действующих маршрутов, а также предложение об установлении одного нового маршрута. Изменения коснутся следующих маршрутов. Это номер 2 и 11А будут объединены в один маршрут под названием номер 2. По сути, планируемая схема движения данного маршрута ориентирована на создание первого магистрального маршрута, который по своим технико-эксплуатационным показателям выйдет на качественно более высокий уровень в сравнении с действующими троллейбусными маршрутами. С января 2019 года троллейбус номер 2 будет следовать по маршруту Бухта Стрелецкая, площадь Восставших, улица Толстого, улица Хрусталева, проспект Генерала Острякова, 5-й километр Балаклавского шоссе, улица Горпищенко, через проспект Победы. Это позволит сохранить востребованное направление перевозок от 5-го километра до проспекта Победы и улицу Горпищенко через улицу Генерала Моргунова. На данном маршруте будет курсировать 7 троллейбусов. Интервал движения 25 минут. Кроме того, объединят маршруты номер 10 и 10К. Троллейбусы будут следовать из Бухты Казачьей в центр через проспект Октябрьской революции без заезда в ДПУ-1. С начала 2019-го каждые 15-20 минут будут ходить 15 троллейбусов. А бухту Камышовую с ДПУ-1 свяжет 8-й маршрут. Он будет следовать по направлению 5-й километр, Камышовое шоссе, улица Правды, Столетовский проспект, улица Вакуленчука, ЦУМ, Стрелецкая бухта. А у жителей улицы Маринеско появится возможность добраться до проспекта Острякова и поселка Кальфа на новом автобусном маршруте номер 85. Этот маршрут с июня 2019 года будет курсировать от проспекта Победы до Бухты Камышовой через площадь Суворова и улицу Толстого. На линию выйдет 6 троллейбусов. Интервал движения составит 20 минут. Пятый маршрут будет ходить от улицы Маринеско не до площади Нахимова, а до улицы Токарева. Интервал движения сократится с 40 до 15 минут. Почти в два раза он уменьшится в мае 2019 года еще на 10 маршрутах за счет увеличения количества выпускаемых троллейбусов со 110 до 125. Такие масштабные изменения получится воплотить в жизнь во многом благодаря увеличению количества троллейбусов. Благодаря реализации программы некоммерческого лизинга, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 30-12 до 2014 года, в феврале текущего года был выпущен юбилейный сотый троллейбус. А в сентябре этого же года выпуск уже составил 110 единиц техники, что на 37 процентов больше относительно аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, с 2018 по 2020 года в рамках реализации программы будет поставляться 50 единиц техники ежегодно. В 2018-м Север-Электроавтотранс уже получил 29 новых троллейбусов. До конца года на баланс должно поступить еще 21 транспортное средство. А пассажиры общественного транспорта скоро смогут пользоваться единым пересадочным тарифом. Горожане будут платить за поездку с пересадками за все услуги сразу по стоимости одной поездки. Следующие изменения в маршрутах запланированы в мае 2019 года. Тогда вновь организуют общественные обсуждения, которые позволят учесть пожелания и предложения жителей и гостей города. Схему дорожного движения планируют изменить на площади восставших в Стрелецком спуске и по улице Пожарова. Об этом сообщили представители предприятия «Севастопольский автодор». Новую дорожную разметку нанесут со 2 по 10 октября. Движение автомобильного транспорта с улицы Пятой Бастионной войдет в кольцо по одной полосе. В районе остановки троллейбуса номер 5 и маршрута номер 400 организуют карман для общественного транспорта. При этом запретят сквозной проезд со Стрелецкого спуска до улицы Пятой Бастионной. Движение на выезде с площади восставших на улицу Адмирала Октябрьского направят в одну полосу. На этом участке оборудуют большой островок безопасности с искусственным бордюром. Здесь также определяют полосу для общественного транспорта. С улицы Пожарова на карантинную планируют выделить левый поворот, а на Стрелецком спуске организуют три полосы движения. Одну на спуск и две на подъем. Мы провели оценку с помощью моделирования. В том случае, если водители будут соблюдать данную дорожную разметку, то пропускная способность этого в участке увеличится на 750 машин в час. За первое полугодие 2018 года сотрудники Севгосстройнадзора провели 179 проверок. Они направлены на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области градостроительной деятельности. Проверяют проектную документацию и технические регламенты. Также деятельность надзорного ведомства охватывает объекты самовольного строительства и объекты, которые не введены в эксплуатацию с массовым пребыванием людей. Кроме того, Севгосстройнадзор препятствует появлению новых незаконных строек. Процент исполненных предписаний в первой половине 2018 года выше аналогичного за период 2017 года и составляет 90,5%. Наложены административные меры наказания в первом полугодии 2018 года выше показателей первого полугодия 2017 года ровно в два раза. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в 2018 году показатель вынесенных предупредительных мер также выше более чем в два раза. В первом полугодии 2018 года проверки проходили на 124 объектах строительства. Кроме того, проверили и 90 объектов, на которых не осуществляется Государственный строительный надзор. На 50 из них нет консервации, несмотря на то, что работы на них не ведутся. Нашим управлением проведено надзорных мероприятий в отношении 102 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе совместно с органами прокуратуры города Севастополя в отношении 18 объектов. По результатам проведенных мероприятий выявлены нарушения на 12 объектах, 10 из них остановлены эксплуатацией. В отношении 13 объектов проведены документарные проверки. По 7 объектам дела находятся на рассмотрении в суде. В главном управлении природных ресурсов и экологии подводят итоги деятельности за прошлый год. Свой отчет начальник ведомства Сергей Самойлов представил депутатам ЗАГСобрания, членам общественной палаты, общественникам, а также представителям ветеранских организаций. Слушания прошли при участии Андрея Шишкина и Владимира Базарова по поручению губернатора города Дмитрия Овсянникова. Тему продолжит Катарина Вербицкая. За отчетный год Севприроднадзор освоил бюджет почти на 100%. Это порядка 180 миллионов рублей. При этом доход в бюджет города составил больше 2,5 миллионов. Это денежные взыскания и пошлины за государственные услуги. В течение года Севприроднадзор выполнял мониторинг поверхности дна и водных объектов, геологических процессов, инвендоризацию подводных водозаборов, изучал количество животных и растений, занесенных в Красную книгу, а также выполнял работу по охране окружающей среды. Работы по расчистке русла реки Кача в границах Нахимовского района Севастополя. Это два участка. Один участок Качи был 3 километра, другой 1,3 километра. В общей сложности по Качи мы расчистили 4,3 километра. Также работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Черного моря в границах города федерального значения Севастополя. И подготовлены регламентные и оперативные материалы о состоянии подземных вод, экзогенных геологических процессов на территории города Севастополя. За 2017 год проведены 13 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, более 350 обследований, объектов и территорий по обращению граждан, а также почти 400 рейдовых проверок. Возбуждено 46 административных расследований, принято участие в 52 проверочных мероприятиях совместно с прокуратурой. По сравнению с аналогичным периодом работы государственной экологической инспекции за 2016 год и количество проведенных обследований и рейдовых проверок увеличилось в среднем на 39%. Севприроднадзор также подготовил информацию для Красной книги Севастополя и проект закона об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе. Кроме того, правительство предлагает создать в следующем году 11 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Катарина Вербицкая, Андрей Тымчук, Анатолий Кукса и Илья Якушев. Информационный канал Севастополя. Минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году составит 6 рублей 47 копеек на один квадратный метр помещения в многоквартирном доме. Это на 31 копейку больше, чем было ранее. Соответствующее постановление приняли в понедельник на внеочередном заседании правительства Севастополя. В соответствии с жилищным законодательством страны минимальный размер взноса на капремонт устанавливается ежегодно. Авторы закона проекта отметили, необходимость увеличения платы вызвана ростом затрат на ремонтные работы. Вносится предложение рассмотреть вопрос о корректировке постановления 940, которое принимало взнос на 2018 год с применением повышающего коэффициента, а именно индекса дефлятора по отрасли строительства на 2019 год в размере 105%. Данный индекс дефлятора взят из показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 и на плановые периоды 2019-2020 годы, который в свою очередь доведены Министерством экономического развития Российской Федерации в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с соответствующим письмом. Фонд содействия капитальному ремонту продолжает работы на фасадах многоквартирных жилых домов. На многих объектах подрядчики завершают все запланированное раньше срока. В поселке Любимовка по контракту строители должны были сдать три дома по улице Федоровская к концу октября. Два объекта готовы уже сейчас. Каждый обошелся более чем в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Завершен раньше срока ремонт дома и по улице энергетиков. Эти работы дороже и стоят почти 6,5 миллионов. Там подрядчик отремонтировал и покрасил фасад, заменил окна и двери в подъездах, устроил козырьки и отмостки. С декабря в этом же доме починят крышу. Работы ведутся на данный момент более чем на 120 домах. Всего их 209. Последний контракт по фасадам у нас отыгран тоже. Подрядчики определены везде на все виды работ. Люди нам понятные, достаточно известные. Ну в общем стараемся, работаем. Думаем, что программу выполним в срок. Золотая пора золотому возрасту. Международный день пожилого человека празднуют осенью. В Севастополе также поздравили людей преклонного возраста. В одном из качевских кафе прошло большое застолье на 250 человек. Так поздравил пенсионеров один из севастопольских предпринимателей. Подробнее в сюжете. 12 лет подряд, трижды в год, предприниматель Сулейман Халибеков в своем кафе устраивает большое застолье. Его гости – люди преклонного возраста. Для меня старые люди – это пример моей жизни. Я всегда общался со старыми людьми, и они давали мне много своего опыта. В первую очередь это, чтобы друг друга уважать. Не имеет значения нации. А просто уважать, любить пожилых людей. Надеется Сулейман, что эту добрую традицию продолжит и его сын. Ведь здесь старикам хорошо. И пообщаться можно. И яркую концертную программу с песнями и танцами посмотреть. У нас там более 11 номеров. Большая красивая программа. На протяжении многих лет мы проводим в Качинской долине мероприятия. Так уж получилось географически, что наш коллектив, Народный ансамбль Ахьяр Севастопольского центра культуры и искусств, развивается и находится, действует на территории Качинского муниципального образования. В этом году впервые на праздничный обед собрали так много людей. 250 человек. Жизнь только начинается, поэтому будьте активными. Вы крайне важны обществу. Ваши мудрые советы, нужны внукам и детям. В этот день принято хоть немного внимания уделить своим родным и близким, прийти в гости или позвонить по телефону. А желают людям преклонного возраста, чтобы каждый день был как праздник. Юлия Ефремова и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. И в продолжение темы. 1 октября отметил свое 90-летие ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник отдела морской авиации Черноморского флота и просто настоящий полковник Василий Степанович Готовщик. Несмотря на то, что всю жизнь он посвятил воинской службе, в детстве и юности мечтал совсем о другой профессии. Подробнее в следующем сюжете. Истребительная перегрузка была колоссальная. Я даже не успел за турель схватиться, чтобы держаться. Свой первый полет Василий Степанович в деталях помнит до сих пор. Несмотря на то, что за 35 лет службы он пережил десятки перегрузок и внештатных ситуаций. И этот сложный путь выбрал сам. Хотя в детстве мечтал стать машинистом. Но любовь к небу и неуемное стремление к знаниям привело мальчика из крестьянской семьи в Пермское военно-морское авиационное училище. После окончания карьера пошла на взлет со скоростью истребителя. Тихоокеанский Северный Черноморский флот. В моменту выхода в запас на счету начальника отдела морской авиации ЧАЭФ было 16 медалей за образцовую службу. И десятки благодарных учеников и коллег, которые в день рождения не забывают о своем учителе. С утра телефон в квартире готовщиков не смолкает. Поздравили ветерана и представители правительства Севастополя. Слышите вас от имени губернатора правительства города Севастополя. Поздравить. Во-первых, возраст серьезный. Зрелый. Судя по рукопожателю, не просто зрелый. Среди цветов и подарков есть и особое поздравление от президента. Это вот отношение к ветеранам, когда президент лично поздравляет людей, которые именно будут 90 лет, 95, 100 лет. То есть это золотой запас. Хотя и выглядит Василий Степанович намного моложе своих 90. Особенно, когда речь заходит о родных. В глазах этого бравого офицера загорается в задорный огонек. Признается, в этом и кроется секрет его долголетия. Всегда, даже в самые сложные времена, главной его поддержкой была семья. По тревоге я, пока я одеваюсь, жена уже... И если что-то скоро я похватал, извините, и побежал по тревоге. И сейчас рядом самые близкие. Супруга Василия Степановича вырастил двоих детей, внуков и правнучку, для которых стал настоящим примером. В его юбилей к поздравлениям присоединились Александра Толкачева, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. К новостям спорта. Открытый кубок по Тхэквондо прошел в Севастополе. Ребята от 6 до 18 лет соревновались за возможность представлять город на первенстве России. В состязаниях приняли участие и спортсмены из других городов Крыма. Подробнее в сюжете. Корейское боевое искусство Тхэквондо все больше набирает популярность в Крыму и Севастополе. Заниматься им начинают с детства. В 6 лет ребята участвуют в первых соревнованиях. В переводе Тхэквондо означает «путь ноги и руки». Начать заниматься этим боевым искусством можно в любом возрасте. На открытом Кубке Севастополя в соревнованиях приняли участие более 80 человек. Данные соревнования проходят по трем дисциплинам. Это тули, формальные упражнения. Комплексы движений направлены на выявление техники у спортсменов. Верег – это сила удара. Это измеряется на специальной подушке у нас, силомер, и спарринги, классические спарринги. Тхэквондо пользуется популярностью не только у молодых людей. Гибкость и красота тела – вот что больше всего привлекает к этому виду спорта девушек. Я как чемпионка мира могу сказать, что это очень красивый вид спорта, поэтому девочкам, конечно, это нравится. У них красивая растяжка, высокие удары. Это очень приятно на это смотреть, когда видим на телеэкранах. Умеют постоять за себя, опять же. Владимир своим телом. Анастасия занимается тхэквондо больше семи лет. В будущем хочет стать тренером. В ее 14 лет у нее два черных пояса и 30 медалей, большая часть из которых – золотые. Я не знаю, для меня тхэквондо кажется женским видом спорта, потому что там есть и удары ногами, и дисциплина тули очень помогает развить растяжку и вообще показательные выступления. А вы точно так же занимаетесь? Да, я планирую поехать на Россию, планирую занимать какие-то более важные места на более высоких соревнованиях. И в будущем, возможно, хочу по профессии стать тренером. Обладателями Кубка Севастополя под тхэквондо стали Александр Нахабин, Анастасия Черкашина и Павел Жирнов. Уже в ноябре победители Севастопольского этапа будут участвовать в первенстве России под тхэквондо. Светослав Данилов, Александр Акапун, Владимир Медлянский, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Сотрудники «Севастополь Энерго» готовятся к осенне-зимнему периоду. Одно из мероприятий в рамках подготовки – противоаварийная тренировка вместе с пожарной командой МЧС города Севастополя, в ходе которой в кратчайшие сроки устранили условное возгорание на трансформаторной подстанции. О том, как работает оперативная бригада в такой ситуации – в следующем сюжете. Улица Николая Музыки. На трансформаторной подстанции произошло возгорание. Получив сообщение об аварийной ситуации, оперативная бригада «Севастополь Энерго» по команде дежурного диспетчера оперативно-диспетчерской службы выезжает на место происшествия. Одновременно дежурный диспетчер вызывает МЧС. О происходящем с места событий оперативные работники тут же докладывают в диспетчерский пункт. Сюда же прибывает и передвижная электростанция «Севастополь Энерго». Пономаренко. На КТП 1577 пожар, горит трансформатор Т1, языки пламени, черный дым. Вас понял. Едем на РП-3, отключаем вакуумный выключатель, ячейки номер 5, разбираем схему. МЧС выехало. Сотрудники «Севастополь Энерго» обесточивают трансформаторную подстанцию. По требованиям техники безопасности нужно обезопасить место возгорания, выполнить необходимое отключение и заземлить электроустановку до приезда пожарных. За работу берутся сотрудники МЧС. Они разворачивают пожарные рукава и ликвидируют возгорание. Площадь горения составляла 7 метров квадратных. Полная ликвидация. Проводим сбор ПТВ. В результате условного возгорания одного из силовых трансформаторов в ТП-1577 при выведенном в ремонт втором трансформаторе был обесточен многоэтажный жилой дом с лифтами, в котором проживает около 200 человек. Условия тренировки максимально приближены к реальным. Огонь, конечно, не настоящий, а вот переключение потребителей на электроснабжение от автономного источника питания производили по-настоящему. Сегодня мы взяли самую негативную ситуацию, которую можно только представить. Это с возгоранием оборудования, потому что возгорание, как правило, связано с опасностью для персонала. Это сделано было умышленно для того, чтобы провести еще раз подготовку персонала, отработать взаимодействие с МЧС, потому что жизнь человеческая – это самое дорогое, что есть. Все участники тренировки должны четко понимать роль каждого и то, чем они могут пользоваться. Условный огонь потушили. И снова в борьбу с аварийной ситуацией вступают сотрудники Севастополь-Энерго. Следующий этап тренировки специалисты Севастополь-Энерго должны запитать жилой дом от передвижной электростанции для обеспечения электроснабжения потребителей на время проведения аварийных работ по замене поврежденного трансформатора. Каждое свое действие они согласовывают с дежурным диспетчером. КТП-1577 проверяем отсутствие напряжения между главным рубильником и главным автоматом трансформатора Т1 в район 0,4 кВт и подключаем переносное заземление. В этот момент в квартирах жителей дома снова появляется электричество. На время устранения неполадок на трансформатованной подстанции работает резервный дизель-генератор. Дежурный диспетчер направляет ремонтную бригаду на объект для замены поврежденного силового трансформатора на исправный. Тренировка окончена. Прежде всего это более быстрые и слаженные действия нашей бригады, оперативной выездной бригады и МЧС, чтобы более слаженно мы работали. И для того, чтобы быстрее, в кратчайшие сроки запитать наших потребителей. Такие учебные тренировки Севастополь-Энерго проводит регулярно. В главной электросетевой организации города Севастополя в постоянной готовности находятся 18 оперативных и оперативно-ремонтных бригад. Всего это 104 человека из 49 единиц техники. Сегодня и оперативно-диспетчерский персонал, и оперативно-выездной, и оперативно-ремонтный персонал получили дополнительные навыки, повысили свою квалификацию и профессионализм по ликвидации технологического нарушения, по взаимодействию с оперативной командой МЧС. Самое главное для нас – это обеспечивать надежное, безопасное, устойчивое электроснабжение потребителей. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Севастополь-Энерго создан аварийный запас электротехнического оборудования и материалов, а также материальный и финансовый резерв для проведения первоочередных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на системах электроснабжения города. Все, чтобы создать условия безопасного и надежного электроснабжения для жителей нашего города. Святослав Данилов, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погодных условиях сезонные ливни затопили западные территории Нигерии. От наводнения пострадали 12 регионов страны. Доржи затопили улицы, поля с посевами и фермы. Вода уничтожила более тысячи квадратных километров сельскохозяйственных угодий. Напомним, сезонные ливни начались в Нигерии в июле. В Севастополе тоже обещают непогоду. У 2 октября в нашем городе переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 18, днем плюс 22 градуса. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. На этом пока все. Подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Для вас работала Светлана Федодеева. До встречи в эфире информационного канала «Севастополь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова